Бизнес-психологи теперь задаются таким вопросом. Раньше выбирали лидера по тому, насколько он правдиво обещает, по харизматичности, по мужественности, решительности в принятии решений, а потом, как он ведет государство, как безработицей занимается, доходами людей и так далее, и так далее. Вот они спрашивают, что будет в этот послекоронавирусный период. Они спрашивают так, повзрослеет ли наше видение лидерского таланта, основанного на заботе о благополучии людей. Вот это спрашивают бизнес-психологи. Как вы считаете, лидер будущего, каким он будет? Лидер будущего – это человек, который понимает, как объединять людей. И все. Ничего другого нет. Но тут нужна маленькая ремарка. Это не как Мау или Ленин, Троцкий и так далее, которые на бровенчук влезали и воодушевляли. Были тоже великие, воодушевляющие. Личности. Дело в том, что не ставящие перед собой цель победить кого-то над кем-то, а объединить абсолютно всех. Вот это проблема. Мы всегда с кем-то против кого-то. Да. Это закон такой. А здесь такого быть не может. Мы все вместе против нашего естества. Нашей природы, вы имеете в виду нашего эгоизма. Да, нашего эгоизма, конечно. Нашего любимого эгоизма. Лидер обязан знать всю природу мира. И как с этой природой мы можем справиться. Вернее, как мы не справимся с ней. Запросы у вас большие на лидера, прямо скажем. Почему? Ну, это серьезный прорыв для лидера. А иначе как им же может быть он лидером, если он не понимает, чьем он имеет дело? Полностью понимает и ощущает природу, ее альтруистичность, ее замкнутость, конечность, ценность в этом. И понимает, что человек должен прийти к этому, добиться в единении между собой абсолютного подобия природе, так называемое слияние с ней. И какие пути к этому есть, какие силы, связи, природы, ему должны в этом помочь. Чтобы народ не запутался, вы природа, говорите, природа моя и природа окружающая. Моя природа эгоистическая, а окружающая альтруистическая. И поэтому я должен в связи себя с остальными людьми переделать себя из эгоизма на альтруиста. И таким образом мы все вместе, когда так переделаем себя, будем подобны общей природе мира, альтруистической. Вот к этому мы должны прийти. И лидер должен вести вот к этой ступени, да? Да, да. Допустим, мы тебя выбираем. Твой план в чем? И план должен быть именно такой, да? А как же? А как же? Вы говорите о высоком плане просто. Нет, он не будет иначе реализовываться. Это не высокий план, это то, что нам ставит планку эта природа. И это точно будет. Ты увидишь в течение нескольких месяцев, как мир к этому начнет двигаться. Лидер должен будет предложить миру методику объединения всего человечества. Несмотря на то, что я его выбираю где-то в одной стране, где-то... Неважно. Он к этому должен стремиться. Он должен понимать, что в этом будущее. И пока оно не будет достигнуто, будет плохо. Ему, его стране, всем в мире и так далее. Поэтому именно эту цель он должен излагать. И конкретные шаги к этой цели, которые он хочет сейчас реализовать. В своем народе, государстве и так далее. Но я, думая о объединении своего народа, думаю об объединении всего мира, вот так? Иначе этого быть не может. Это грандиозно. Иначе это не план. Это переворот мышления любого лидера. Потому что в основном, вот сейчас вы видите, что в ООН каждый защищает свои интересы. Сидят лидеры. Вы предлагаете систему, что несмотря на то, что я лидер этого государства, я думаю обо всем мире. Да. И даже в последнюю очередь о своем государстве. Да? Да. Даже так? Я... Сеня, ты же не на привозе? Нет. Ну так чего говорить? Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!